Непобеждённый, не сломлен духом. Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мёртвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесём, и внукам дадим, и от плена спасём. Навеки. Анна Ахматова, 1942 год. Есть в литературе произведения, которые побуждают к действию. Знаменитый трус, например, Александра Ивановича Куприна, пронзительное письмо Исаака Эммануиловича Бабеля, рассказ «Непобеждённый» Эрнеста Хемегуэя. Обязательно прочтите рассказ Хемегуэя «Непобеждённый». Очень хорошо написан, сцена кориды в нём просто великолепна. Но разговор сегодня пойдёт о фотографии, которые, на мой взгляд, отражают всё мужество русского солдата, его непобедимость. Не участвуя в кориде, а выйдя после ада боя и попав в плен. На снимке советский солдат-танкист из состава 23-й армии, получивший ранения, обгоревший во время боёв под Вуассауми, во время выборча Петрозаводской стратегической наступательной операции, которая проводилась силами Ленинградского, командующий фронта Бабашевого Советского Союза, Леонид Александрович Говоров, Корейского, командующий был Кирилл Афанасьевич Мелесков, фронтов, при поддержке Балтийского флота, командующий адмирал Владимир Филиппович Трибутс и Ладожки военной флотилии, командующий контр-адмирал Виктор Сергеевич Чироков. Это означает, что перед нами советский танкист, горевший в танке и попавший в плен к финнам в ходе боёв на плацдарме. Раз танкист попал в плен, то, скорее всего, его танк был подбит на территории, контролируемой уже финской пехотой. Судя по отсутствию знаков, наград, ну, каких-либо там дырочек на гимнастёрке, финны могли снять их с пленного на сувенир. Перед нами боец, только что попавший на фронт, не ветеран. Скорее всего, если посмотреть я документов, которые дадут нам представление о частях, принимавших участие в данной операции и противостоящих именно финским частям, то можно предположить, что службу данный солдат проходил в составе либо 222-го отдельного танкового полка, либо 226-го отдельного танкового полка. Бой, в котором танкист попал в плен, скорее всего, произошёл где-то в районе 12 июля 1944 года. Вечером 11 июля на плацдарм были переброшены 34-ки этих двух полков. 226-й полк понёс большие потери в предыдущих боях и получил новые Т-34-85 и молодые необстрельные экипажи. 222-й воевал на Т-34-76. Уставший, обгоревший, но абсолютно непобеждённый. Непокорённый, выполнивший долг, выполнивший задачу и оттого спокоен. Спокоен взглядом, без страха. Уверенный в своих силах, в своей победе. Он непобеждённый даже в плену. Он победитель. Опалённую войну не сломлены духом. На мой взгляд, мальчишек и девчонок любого поколения не может не волновать тема подвига. И чем бескорыстнее, не требуя к себе никаких наград, человек жертвует здоровьем и самую жизнью за другие своя, тем в большей степени его великая жертва обращена к нам отмала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...